Мир вам уважаемые друзья, дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психофарм, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «За уши, ха, плакивай мёртвых, разбивай молнии», благодаряшему гуру, учителю психофармщу, сегодня разбираем очень важную проблему. Неприятные ощущения. Некоторые скажут, что это депрессия без депрессии. В каких соотношениях находятся эти понятия? Ведь очень часто у людей бывают самые различные неприятные ощущения. Иголокружение, и потливость, и подёргивание мышц, и тошнота, и рвота, и понос, и потливость, и приливы жары, и зуд, и жжение, и боли, и сжатие, и неусидчивость, и одышка, тремор, тахикардия, и повышение АД. Бывают жгучие боли, стреляющие болезненные жары, холод, покалывание, мурашки. Ну, и некоторые бывают головные боли, боли другой локализации. И идёт такой больной человек к различным врачам. Они его обследуют, и каждый обязательно врач находит у себя какую-нибудь патологию. Говорит, да вы определённо больны. И назначает кучу различных препаратов. Бывает такое, что препаратов становится очень и очень много. А полипрагмазия, это когда очень много препаратов, это страшная вещь. Когда я вижу рецепт, содержащий пропись трёх и более лекарств, я думаю, какая тёмная сила заключена в нём, говорил наш академик Павлов. Я вам честно скажу, что мне постоянно приходится сталкиваться с полипрагмазией. И не только в отношении больных с огромным количеством ощущений, которые ходят по различным врачам. Бывает такое, что эти врачи всё-таки скажут, ну да, ничего нашего нет, идите к психиатру. И такие больные идут к психиатру. И вот здесь начинается не менее интересная история, которая может случиться на самом деле с каждым, если он чувствует неприятные ощущения в сердце. Давным-давно был такой швейцарский психиатр Кильхальц, который выдвинул концепцию так называемых маскированных депрессий. Что же из себя представляет маскированная депрессия? Да, вот это, кстати, ссылочка на его статью. Вот у нас всегда спрашивают, откуда у вас такие знания. Вот, пожалуйста, читайте эту статью, она есть, вы её легко найдёте. Итак, что такое маскированная депрессия? Это депрессия, при которой симптомы, собственно, сниженного настроения, они маскируются неприятными ощущениями в теле. Ну, например, скажем, у пациента возникают боли, различные неприятные ощущения, и вот такой больной наконец-то доходит до психиатра, или до другого врача. И тут, конечно, начинается огромное количество препаратов. Надо вам сказать, что психиатры здесь совершенно не отличаются от других врачей, как я уже сказал, потому что психиатры таким больным назначают антидепрессанты, ну как же депрессия, они им назначают антипсихотики, потому что часто пациент плохо лечится, они им назначают транквилизаторы, они им назначают ноотропы, они им назначают препараты для сосудов головного мозга, в общем, чего они только не назначают. В чём же состоит беда? Беда состоит в том, что эта концепция на сегодняшний день отжила свою. Никаких скрытых, маскированных депрессий уже нет, потому что есть совершенно чёткие критерии диагноза, я их вам представляю в бежурной классификации болезней 11-го пересмотра, но в принципе они есть, и в бежурной классификации болезней 10-го пересмотра, хотя немножко иначе они там сделаны, но очень важно, чтобы вы поняли, необходимо набрать не менее 5 из характерных симптомов, которые возникают большую часть дня, в течение периода продолжительностью не менее 2 недель. И самое главное, должен быть хотя бы один из диагнозов, один из симптомов так называемого аффективного кластера. Вот эти симптомы. То есть должно быть депрессивное настроение, сниженные интересы и снижение удовольствия от занятий. Поэтому, сами понимаете, если у человека есть сниженное настроение, то это уже не маскированная депрессия. Значит, маскированных депрессий нет. А что же тогда есть, спросите? Ведь множество неприятных ощущений. А есть так называемые соматоформные расстройства. Это большая группа расстройств международной классификации болезней 10-го пересмотра, которые так и проявляются, повторяющимся возникновением различных соматических симптомов. Ну и люди ходят по различным врачам, обследуются, пытаются выяснить, что с ними такое. Надо вам сказать, что то же самое расстройство будет и в МКБ-11. Так как оно называется по-другому? Расстройство телесного дистресса. И вот там тоже человек обеспокоит. Различные неприятные ощущения. Он относится к ним чрезвенным вниманием. Он ходит по различным медицинским работникам и ищет помощи. Что же в таких случаях надо делать? Прежде всего, в таких случаях надо пойти к психотерапевту. Потому что только он может отвлечь ваш ум от занятий обследований. Он может наполнить ваш мозг чем-нибудь полезным. Говорят, что очень хорошо помогает физическая нагрузка. В чем же состоит беда? Беда состоит в том, что никто не хочет заниматься зарядкой и работать с психотерапевтами. И тогда больной пристает к психиатру и говорит, вы пишите мне что-нибудь. Чем же надо таких больных лечить? Вы будете удивлены. Такие больные тоже лечатся антидепрессантами. Но в следующем ролике мы вам расскажем, какими именно антидепрессантами и как их лучше выбирать. Как всегда, в конце нашего ролика я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на Психфарм ТВ. Нам важно, чтобы эти новости распространялись по Ютубу, как пожар, потому что они очень важные. Очень часто люди думают о том, что у них маскирана депрессия, а их-то на самом деле не существует. Они тянут время, они пропускают необходимые моменты, которые можно потратить на свое лечение. Так что подписка, лайк, комменты. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. А самое главное, мы для вас сделали специальную экспресс-экспертизу. Посмотрите, это есть в описании ролика. Обращайтесь к нам, и мы вам обязательно поможем. До новых встреч!